После интервью главы Офиса президента Украины Андрея Ермака изданию «Политика» ряд СМИ вышли с заголовками «Ермак предположил, что главной целью летнего наступления России станет Харьков». Однако, затем старший советник главы Офиса Дарья Заривная написала, что в материале «Политика» речь шла о ракетных ударах по Харькову, этот город для России сейчас становится главной целью ударов. Но никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало. А вот в интервью Ермак говорил, что мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации. Мы считаем, что новые наступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы. О Харькове замолвите слово. Конечно же, наверное, ни один эфир у меня не проходит без упоминания Харькова и слов поддержки Харькова. Мы знаем, как тяжело там. В комментариях зрители, пожалуйста, из Харькова напишите, что вы здесь, что вы с нами. Мы понимаем, каждый день и каждую ночь прилетает в Харьков и гибнут люди цивильные. Это большая трагедия. Дмитрий, по поводу летнего наступления, о нем говорил в интервью и президент Зеленский, говорил он про май или июнь. Как думаете, этот месседж про наступление, мне кажется, во многом он как раз и для западного мира, и в первую очередь для Соединенных Штатов. О том, что нам нужно. Фрагмент интервью Зеленского про ППО, я про ПРО, я скажу позже. Про Патриот и о том, как нам необходима помощь Запада. Но вот про это наступление. Не считаете ли вы, что это прямой месседж западным странам усилить поддержку для того, чтобы мы отбили летнее наступление России? Василий, с вашего позволения, я сначала пару слов скажу о Харькове. Вы затронули этот вопрос, эту тему важнейшую. За Харьков у меня болит душа. Харьков – это особый город в моей жизни. Я впервые оказался в Харькове в 1989 году, весной. И тогда Советский Союз готовился к выборам депутатов на первый съезд народных депутатов СССР. Это был первый взрыв такой демократии, такого народовластия, когда кроме коммунистов туда попало, да, немного, но тем не менее на этот съезд попали такие люди, как Академик Сахаров, как Борис Ельцин тогда, как бунтари, то есть целые когорта таких ставших знаменитыми, Собчак тот же, бунтарей, которые всколыхнули всю эту затклую советскую тину, это общество, недообщество, которое привыкло быть рабами за 70 лет советской власти. И вот я, а я тогда вот сразу, когда видел что-то такое мощное, интересное, я сразу туда, я весь Киев на такси съездил, приезжает театр там, условно говоря, ленком из Москвы, значит, артисты такие-то, я быстро туда. Тут же театр Марджинишвили приезжает из Тбилиси, я туда, там приезжает Майя Плесецкая или приезжает из стран Балтии, тогда знаменитые театры были, Рижский театр. Ну, в общем, я везде был, там футбол, там хоккей. И вот я узнаю, что Харьков выдвинул кандидатами в народные депутаты Евгения Евтушенко и Виталия Коротича. И я быстро прыгаю в самолет утром ранним, лечу в Харьков, беру интервью Евтушенко и Коротича, и вечером возвращаюсь домой. И вот я побродил тогда по Харькову, я влюбился в него. Это особый город, особенный, с особенной архитектурой, с особенным духом неповторимым, харьковским. У меня много друзей из Харькова, Олеся из Харькова. Ну, огромное количество вообще пересечений с этим городом. Мы там очень много концертов проводили в легендарном комплексе Украина. ККЗ Украина, киноконцертный зал Украина, он тогда так назывался. Да и в Харьковском дворце спорта тоже. И я видел все эти годы, как Харьков развивался, каким он стал. Слушайте, ну, Харьков сегодня, ну, сегодня, до войны давайте возьмем, благодаря усилиям мэра Кернеса, в первую очередь, к которому я относился с уважением как к мэру. И мне очень не нравились его ватные взгляды, о чем я ему говорил в глаза при жизни. Но я отдаю ему должное как мэру, он блестящий мэр. И то, что Кернес и харьковчане сделали с Харьковом, это достойное уважение. У нас нет, наверное, такого второго города, в котором бы так все это было, ух, как красиво. И за месяца-полтора до начала войны мы с друзьями, как чувствовали, поехали в Харьков. Поехали в Харьков и несколько дней красиво проводили там время. Вот как чувствовали. И что эта скотина творит с Харьковом, конечно, это неописуемо. У меня сердце болит, я честно говорю, за Харьков. У меня сердце болит за Херсон, но еще больше за Харьков, потому что оно какое-то родное все, понимаете. Я в Херсоне несколько раз с него был. Как можно так варварски бомбить город, жилые дома? Я когда увидел в первые дни вторжения, полномасштабного вторжения, как выстроили вот так в рядок гаубицы, как они херачили по многоэтажкам на Салтовке, я вам скажу, это вообще, какое надо иметь сердце. Нет, это надо не иметь сердце. Что они с центром сделали, что они с площадью сделали. Это вообще, это ужас. Это ужас. Это тактика уничтожения. То есть, Путин понимает, что Харьков он взять не может. И он говорит, так не доставайся ж ты никому. Не случайно же эти отморозки, выступая у Соловьева на программе, начинали рассказывать, что я уже не помню, их там много, они все похожи друг на друга, у них одно лицо. Гориллы такой, обезьяны с гранатой, рожи такие пропитые. Вы видели этого Гурулева, кстати, который сейчас мы будем разбирать, наверняка сказал, что следующая цель для России – Казахстан. Да-да, у меня отдельный блок. Посмотрите на это, Бала, посмотрите на него. Это же чистый алканавт, пропитая гнусная грязная рожа выжившего из ума вояки. Вот они там такие у Соловьева, что они говорили? Они говорили, надо Харькова обесточить. Надо, чтобы вот это 800 тысяч людей, которые там остались, это они говорили. На автобусах, на машинах, пешком шли на западную Украину с тюками и подводами. Это они так русский мир несут. Это освободители херовы. Это они освобождать пришли харьковчан. Отчего? От своих квартир? От своего города? Отчего они освобождают харьковчан? Но они уже мариупольцев освободили, им не привыкать. Это страшная чума 21 века, коричневая чума. Я хочу вам сказать, я ненавижу немецких фашистов, но немецкие фашисты в Киеве и близко не разрушили того, что разрушили русские фашисты. И в Харькове немецкие фашисты не разрушили столько, сколько русские фашисты. И в Мариуполе немецкие фашисты не разрушили столько, сколько русские фашисты. я вам скажу гитлер преуспел этот путин преуспел больше гитлера в разрушении моей страны поэтому за харьков сердце болит просто душа болит ужасно ужасно но я считаю что нужно отвечать зеркально нужно разрушать русские города я так считаю не бить ни в коем случае по мирным жителям внимание я не призываю бить по мирным жителям я призываю бить по военным объектам по военным базам по живой силе то есть по военным врага по инфраструктуре критической бить сука выбивать все чтобы у них земля под ногами горела бить по этим нпз пока они не закончатся а потом по зернохранилищем по всему бить и сказать им я об этом говорил неоднократно сказать им суки еще один удар по украине ответим в два раза больше у нас есть чем вот тут я скажу у нас есть чем отвечать это что касается харькова теперь что касается наступления исхожу из простых вещей у путина задачи изменились или нет нет он хотел капитуляции украины он уже ее не хочет хочет он хотел всю украину он уже не хочет всю украину хочет он может потерпеть поражение он допускает для себя возможность потерпеть поражение нет у него нет от шагов для отступления у него опции нет поэтому он должен идти вперед ну вот я разложил все на составляющие исходя из того что я сказал конечно он пойдет наступление когда не будет распутицы когда дороги уже будут пригодными для того чтобы по ним ехала техника бронированная он конечно пойдет наступление конечно второй вопрос чем мы его встретим и какие контр меры предложим с такими поставками оружия как сейчас о нашем контр наступление речи пока на мой взгляд не идет я не военный эксперт об этом должны говорить военные но я пока по обывательски не вижу пока почвы для нашего контр наступления я вижу почву для агрессивных ударов по российской территории вот это я вижу хорошо повторяю непомерным жителям частично вы ответили уже вот вопрос от вашего тезки прилетела обстрелы наших городов закончится тогда когда украина будет своими ракетами поражать цели в россии только тогда это как дважды два согласны это как дважды два согласен абсолютно дело в том что наши зрители не дадут мне соврать полгода может и больше назад я неоднократно тоже говорил в программе василия владимировича о том что украина будет бить дронами скоро по уралу и по сибири я это говорил я это повторяю я знаю что я говорю добавлю и по дальнему востоку тоже украина будет бить дроны у нас есть уже дроны которые летят и на три тысячи с лишним километров будут лететь и на 7 и на 10 до у нас очень умные люди работают в этой сфере потрясающие ребята потрясающие я их видел я знаю чем я говорю я с ними разговариваю это одержимые борьбой за украину в основном молодые ребята ну если в возрасте конечно люди которые доказывают что украина украина вообще потрясающая земля наша земля вот рождает таланты постоянно ее гнобить пытаются украину я не знаю гитлер вывозил чернозем этот еще путин до этого не дошел пока вывозили украинцев массово в рабство в германию сейчас сколько украинцев вывезли в россию вот уничтожали казнили в лагеря ссылали уезжали миллионы людей из украины потрясающая земля способность к воспроизводству способность к саморегуляции способность рождать людей которые становятся великими учеными писателями композиторами знаменитыми на весь мир фантастика фантастическая земля вот поэтому я я хочу передать привет и мою благодарность всем замечательным ребятам которые создают дроны дальнобойные в том числе далеко летящие скажу так которые управляют ими которые в первые дни войны собирали их у себя в гаражах в подвалах своих домов вручную без поддержки без ничего сейчас эти люди уже и полковники и генералы многие имеют ордена и представлены к званию героев и я уверен когда закончится война каждого из них я покажу я считаю это очень важно вот этих людей которые создают далекие дроны и недалекие дроны показать потому что благодаря им в том числе и может и в первую очередь мы до сих пор стоим и у нас есть вера в то что мы победим поэтому будут уничтожать наши россию на территории россии и для этого не нужны мобилизованные для этого нужны мозги и не так много людей у нас есть и то и другое